приветствую всех любителей хорошего звука сегодня у нас ну хотел бы я скажу так стоят они у меня на втором этаже ну почему бы с ними не сравнить но не показать что еще было кроме того что о чем все знают там десяток два десятка раскрученных моделей японцев ну допустим вот тех же техник с b6 а есть вот такой вот sony 71 10 по моему они называются это начало семидесятых это прям самое начало семидесятых это 19000 йен за штуку это вот прям бумага бумажная бумага 20 сантиметров mid bass двух полосков фазоинверторная но правда к слову надо сказать что высокочастотный динамик здесь достаточно современный купольный и от этого звучит достаточно ну не так уж прям ярко ну скажем так у техник со ярче он звучит но достаточно ярко и детально для современной акустики не всем нужно прямо прямо уж очень такая сильно высокая яркость вот размером как видим на фоне sb6 они такие уж они маленькие я думаю где-то под 60 сантиметров они весом 13 килограмм что сами понимаете немало очень немало для двухполосной акустики такой вес ну следовательно это говорит о том что у них неплохие корпуса следовательно это не аудио мебель которая сделана из фанерки вот сделаны там огромные ящики которые весят там 10 килограмм размером с больше чем с 90 но вот это вот как-то неправдоподобно здесь все по фаншую сохранились конечно ненавьё далеко ненавьё такие жизнью побитые но с технической точки зрения здесь все хорошо у них даже грили есть правда их подреставрировать нужно но они есть эти грили но следовательно начнем но естественно попробуем их просто показать что и как на фоне sb6 а потому что ну смысл на ютюбе просто слушать акустику тем более записаны на телефон там я еще не знаю какой-то студии на микрофон там да наверное какой-то в этом смысл есть так нет конечно поэтому надо ставить эталон на понятно что sb6 а это ну по моему опыту даю вообще я какой чё тут мой опыт на самом деле это уже не во всех форумах и всеми обзорщиками известно и сказано что sb6 а это ну практически практически эталон звучания в своем классе они одни из лучших звучат вот поэтому их собственно говоря и тогда так ценили сейчас так принципе ценят вот про них рассказывать думаю не надо 610 миллиметров 16 килограмм весом фазоинверторы значит трехполосные ну и так далее короче все про них понятно известно так ладно поскольку у нас начало семидесятых поскольку у нас бумага поэтому я решил включить их на виниле кстати вот пластиночка ансамбль арсенал пласты у меня немытые не самые чистые поэтому уж не не обессудьте как есть тем не менее ладно включаю пускай играет а там дальше следовательно оценивайте комментируйте стоит она вот сейчас два с лишним два с половиной раза дешевле чем этот насколько разница да безусловно техник сыграет круче это понятно там другая совсем детальность и так далее вот но здесь мягко здесь мелодично здесь но это семидесятые это не восьмидесятые ну и цене конечно же другой но мне кажется она играет очень-очень достойный с хорошим басом и даже удивительно но с детальными верхами для начала семидесятых-то ладно давайте включаю хватит болтать и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соня Ну, понятно, что техник звучит глубже, ярче, детальнее, без вопросов Но какой-то вкус в звуке Sony Мягкость вот эта бумажная, что ли Она присутствует, она ощущается И она тоже привносит определенный шарм и кайф в звук Вот, и мне кажется, это тоже имеет на самом деле значение Но не всем одно и то же, но не всем Ну и плюс, я думаю, что кто может себе позволить техник, тот купит техник А кто подумает, что, ну, рановато ему еще, не дожил он еще пока до таких расходов Как бы, и при этом собирает свой первый аналоговый тракт Ну, пытаясь уложиться в какую-то сумму Мне кажется, вполне разумное приобретение Достойные, достойные они в любом случае Ладно, всем спасибо, я думаю, всем все понятно Так, еще немножко видео по внешнему виду, по косметике Я думаю, собственно говоря Так, давайте, во-первых, музычку включим Пускай она у нас играет фоном Вот на этом чудесном аппарате Слушали мы, кстати говоря, на чудесном Люксмане 530 Там, с отличным фонокорректором За что им большое спасибо Еще раз, вот так они выглядят Вот такие вот они Вот у нас FB6A Ну, я думаю, в целом все понятно Субтитры сделал DimaTorzok